Война 1200, ну это заруба с Ярославичами, Всеслава Бречеславича. Как вы это объясните? Никак. Но мы всегда были братьями, мы всегда были едины. Это все придумали жиды, чтобы промыть мозги белорусам, чтобы разделить наш единый народ. Провокаторы, как всегда. 1863. Восстание 1863, да. Там же флаг был... Восстание 1795. Там же был этот флаг, бело-красно-синее. И там типа погоня, орел польский и так далее. Это типа же польский флаг тогда был. И архангел Михаил. Да, это же польский флаг тогда был. Под этим флагом было тогда то восстание, насколько я знаю. Не-не-не, польский... Польская Харуковь это была красная, бело-красный флаг. Флаг Речи Посполитой. Бело-красно-синей. Нет, красная, бело-красная. Красная, бело-красная был, да. Флаг Речи Посполитой. Был же флаг вот такой белый, потом синий. Нет, красный. И потом внизу синий такой цвет. А по седине... Ну это я не знаю, может и был такой флаг в 1863. А флаг Речи Посполитой это красно-бело-красный. Бело-красный польский. И красный флаг Великого Княжества Литовского. Потому что все хороби Великого Княжества Литовского это был серебряный рыцарь на красном фоне. Ну что, обсудим новости. С чего начнем сегодня? Бери новости и зачитывай код. Ну, раздел на вены. Ну, такие новости, как бы уже, которые давно над нами нависали. Например, про базу тунеядцев, которая должна будет заработать с 1 сентября. Так зачитай новость, код. Полностью. Новость находится на харте. Я не могу зачитывать эту новость. Тогда выше подымись, там другие новости есть. Нет, так это надо было как бы подготовить, чтобы говорить новость сразу. То есть, я говорю, вот новость такую, ты зачитываешь, сразу говоришь. То есть, просто вот такая новость. Все обсуждаем. Потому что, что зачитывать их. Ладно, убийство Захарченко, к примеру. К нам, в принципе, это... Это как бы вообще к нам не относится. Нет, это относится к нам, по факту. Потому что, ну, ты понимаешь, все эти организации российские и так далее. Она абсолютно не относится к нам никоим образом. Ну, ладно, еще раз с ним. Потому что, как там, ну, при чем здесь российские организации? Ну, это нам относится примерно так же, как и смерть Кобзона. Ну, да. Захарченко и Кобзон сейчас в аду поет дуэтом. Да, я видел этот мем. Очень растиражирован. А вот то, что относится, это, например, то, что Беларусь занимает четвертое место среди постсоветских стран по росту курса доллара. Ну, на первом, Россия. Потому что на нее бы бакнули все эти санкции. Изначально. Ну, не знаю, не знаю. Вполне возможно, что Молдавия там тоже в высших списках. То есть, там тоже курс валюты очень нестабильный. Зайди на эту статью, Кот, и зачитай ее. Тебе сложно это сделать. Тебе сложно это сделать. По итогам января, августа 2018 года официальный курс доллара США к белорусскому рублю вырос на 5,43%. Это четвертый показатель на территории бывшего СССР. В первой тройке Россия с ростом курса доллара на 18,2%. Казахстан 9,36%. И Таджикистан 6,85%. За Белоруссию расположилась Латвия, Литва и Эстония 2,94%. Украина 0,76%. Кыргызстан 0,27%. Ну, все совершенно правильно. То есть, Россия, Казахстан и Беларусь. Три идиота, которые подписали союзный договор экономический. Украина, как так уже не состоит в этом союзе дебильном, вообще не отражается по факту уже. То есть, Украина может, у нее валюта может быть гораздо сильнее, чем российская со временем, когда рубль снова палится, если так подумать. В ноябре, я думаю. Ну, так Украине уже давно так хорошо рухнуло из российских операций в Украине. Так что вмешаться в чужую страну, чтобы у них там стало хуже, ну, это не особо проблематично. Самое прикольное, что как раз в России-то на 18% вырос курс доллара, а в Украине, даже несмотря на ту пропаганду, которая льется постоянно с российских телеканалов, он вырос всего лишь на 0,75%. Нет, ну, это за последнее время. Я говорю из-за действий России. Я это имею в виду. Ну, это, да, за последнее время. То есть с января там считается, как я понял. Ну, да, за год, это последнее время. Ты отдаляешься от темы. Ну, даже если я за год, все равно. Россия очень хорошо играет на своих ЛДНР, а Украина должна как-то отыгрываться в защиту своих интересов. Ставится ресурсов вместо себя, вместо развития на защиту. Тоже факты, за которых могла быть валюта выше. В смысле, я укрепче относительно национального литра Украины, относительно доллара. Но стало за Россию накопали. Мое почтение всем. Привет, президент. Умитаю. Что скажешь по росту курса доллара? Как он там отражается? Чувствуется это уже или нет? Ну, там, понятно. Я хотел этот, как у себя, по оборудованию, как бы еще кое-что накупить. Там выросло цене процентов на 10. Я, вон, позавчера валютки 300 долларов приобрел себе. Мелочевка. Вот. Ну, короче, пиздец. Вот, зачитываю следующее. Минский, Минчанин купил креветки. Ну, это, да, такая новость, скорее, не совсем серьезная. Минчанин купил креветки, сделанные из согнутых крабовых палочек. То есть, уже обнаглели совсем. Да ничего, нормально. Голь на выдумке хитра. Тем более у нас креветки такие сейчас в палецких болотах уродились. Скулы. А чьи креветки хоть были? Санта-Бремор, что ли? Чьи крабовые палочки, того и креветки. Из рыбных отходов? Из рыбных отходов. Такое. Смотрите, друзья мои, на такую принципиальную глупость эта белоглазая чума с Ленинграда Вова Путина пошла. Ради на принцип, чтобы вот этот лысый ваш усатик картофелейшества, собственно говоря, вот эти, как Артем справедливо сказал, креветки добивал, как бах белорусского, полейский. Нет, ну на самом деле нам не привыкать жить на контрабанде, так что... Вообще прекрасное слово. И поэтому вот в мае предыдущего на пост именуемо сейчас я почитаю, как она называется, Российская Федератория. О, Российская Федератория. Это шли от темы, извините. Извините. Ну, главный пункт, это первая сторона таможенного шора на вывоз абсолютно всего. Ну, по крайней мере, зато теперь совершенно очевидно, что вот этот вот псевдосоюз, он начинает потихонечку трещать по всем швам, по которым только можно трещать. Не случайно нам назначили этим послом этого... Как его там? Бабича. Бабича, да. Потому что Бабич, он человек нервный, человек злобный. И он... Это последняя возможность Москвы хоть как-то удержать республику в этом союзе. То есть он так называемый... Он как этот... Кризис-менеджер, проще говоря. Проще говоря. Вот, друзья мои, извините, как бы я вот тут спекуляцию политологическую уже с шестнадцатого года, что как козырь в рукаве Путин держит как бы нападение ради того, чтобы вот этот рейтинг свой накачать. Вот это... Как-то в положении... Бабича. Спекулятивно или это имеет аннатизия Беларусь и Российскую Федерацию для накачивания рейтинга Путина? Нет, совершенно. Никаких оснований под этим нету, потому что как ни крути, ребята, а уже прошло достаточно большое количество времени и выросли целые несколько поколений, которые уже как бы не мыслят категориями мы, значит, три союзных государства, которые всю жизнь друг с другом в десна целовались. Ну, всякие люди есть. Таких тоже видали. Ну, таких мы тоже видали. Одного человека из 75, например, это 18-летние студенты, пришедшие на первый курс, из 75 человек только один такой. Мы за Россиюшку, мы все время с ними в десна целовались. Это показатель. А другим это абсолютно неинтересно. Более того, в Беларуси очень силен бытовой патриотизм. Бытовой патриотизм это, ну да, вот сейчас наше правительство там дружит с Россией, но, тем не менее, свой флаг, своя рубашка ближе к телу. Своя земля, свой флаг, свое государство как-то греет сильнее, чем Российская Федерация. А учитывая те проблемы, которые появились в Российской Федерации, ну, сейчас аннексии. Сейчас аннексия невозможна. Если бы Путин хотел аннексировать Беларусь, это нужно было делать в 2009, в 2006. Тогда, да, тогда настроения еще были более-менее приязненные. В 11-м можно было. Запросто. Тогда это было не нужно. И так было, как бы, союзные двигались в одном фарватере. Да. А сейчас время категорически упущено. Особенно после 2014 года и того бардака, который Путин устроил в Украине. После этого многие белорусы, посмотрев на это, даже среди моих знакомых, некоторые ватники, посмотрев на это, исцелились абсолютно четко. Исцелились механизмы. Бабич же, он первый российский посол, который одновременно является членом Совета Безопасности России, не очень что хорошо. Бабич это кризис-менеджер. Бабич это кризис-менеджер. Я про него разные истории слышал, когда вот эти вот все как раз новости о его назначении пришли. И он просто, это последний шанс удержать Беларусь в фарватере российского влияния. Потому что сейчас уже абсолютно очевидно, что этот союз Белоруссии, Россия и Казахстана, он трещит по швам. Союзное государство, оно как не работало с 1996 года, так и не работает по сей день. Ни один союзный орган не работает. Никаких движений с 2002 года, даже с 2002 где-то так, в рамках этого союза не было сделано вообще никаких телодвижений. Потому что стал принципиальный вопрос в начале 2000-х. Этот принципиальный вопрос, во-первых, столица союзного государства, а по документам, подписанным еще Ельциным, столицей союзного государства является Минск и эмиссионный центр союзного государства. И это по документам тоже должен быть Минск. То есть фактически не Беларусь входит в состав России, а Россия входит в состав Беларуси. Козы, читай новость про это. Документы союзного государства именно вот так вот и составлены. И во время последнего срока Путина, во время срока президентства Медведева, это 2004-2008, 2008-2012, это все дело тянется и тянется и тянется. То есть Россия не хочет чтобы столицей России стал Минск и чтобы деньги для союзного государства выпускал Минск. А Беларусь не хочет, чтобы столицей союзного государства была Москва и чтобы деньги для Беларуси выпускала Москва. И на этом принципиальном вопросе союз не двигается уже десятилетия. И он уже никуда не двинется, потому что с тем давлением, которое мировое сообщество оказывает на сегодняшнюю Российскую Федерацию, с экономическим кризисом, который в Российской Федерации по сути вроде как так и не закончился с 2009 года, то чаще всего на заседаниях экономического совета Евразийского союза представитель Беларуси говорит только одну вещь. Этот союз нам не выгоден. Давайте нам преференции, давайте нам деньги, давайте нам квоты на нефть, тогда мы в нем будем оставаться. Не будете этого всего давать. Адьё. Да, просьбы о деньгах это обычно то, что наши представители говорят на всех предприятиях они выезжают. Читай. Так, да, вот такая новость. Лукашенко начал искать пьяниц среди руководителей. Как пишет Радио Свобода Беларусь, Лукашенко рахтуя кадровые перестановки, бо многие керовники закладывают за каунер и шукают як бы где похмелиться. Ну, то есть буха нехай Александр Рыгорович звернил вагон на себе. Так, вот и фотографию даже такую поставили, где Рыгорович вместе с Колей хлещет там с бокалов. Как говорится, хочешь найти пьяницу, начни с себя, Александр Григорьевич. Вот президент подтвердит, что в России на более высоком уровне там кокаинчик хлопают. Пьянство это как для быдла. Главное, но у нас это по старинке, понимаешь, у нас по старинке. У нас человек старой школы, поэтому он по старинке закладывает заворотник. Все прекрасно помнят это видео, где, по-моему, Домрачева победила на этих, на играх, олимпийских или европейских, и он во все услышание крикнул наливай. Ну, так что пускай начнет с себя. Вон этот, как его контрабандировал, контрабандировал министр и бенелюкский министр две тонны. Просто в ломку как бы ушел на несколько недель как бы премьер-министр, так называемая медведка. Кокса нет. Прежевает президент много связи. То есть неразборки вас слышно. Неразборки вас слышно. Да, Кокса нет. А связь у тебя плохая? Сколько? Связь плохая. Да, дверь, которую Ларис не слышно. Не слышно. Не слышно. Ладно, вот, зачитая следующую новость, там типа из российских налоговых маневров Беларуси и так далее. Давай. А где ее искать вообще? Ну, спустись вниз, там после фотографии Бабича, там вот это, излочи. Я говорю, что я их не вижу, даже этих новостей, которых ты мне читаешь. Чат для усих. Я в новостях смотрю. Не, так ты же зачитай, а то мне следить за монитором трансляции и за этим. Ладно, российские налоговые маневры Беларуси будут терять до полутора миллиарда долларов каждый год. Это примерно 5% от ВВП. Как-то так. Ну, вот и Бабич пригодился. Кто-то его называл кризис-менеджером, я абсолютно за этим не согласен. Как раз таки не в цену, вот этот маневр значение Бабича, по-моему, это связанные вещи. Не знаю, почему Россию до сих пор называют оккупантом, если это как-то ассимилиант. То есть, это означает, что белорусская экономика избавится от углево-водородной иглы соответственно? Вместе с углево-водородной иглой белорусская экономика избавится от 60% своего бюджета. Заодно начнет отползать от России по-тикумку. То есть, российская нефть для Беларуси будет стоить столько же, сколько для других стран. Беларусь не сможет перепродавать российские углеводороды. Такая новость. То есть, об этом говорили, я считал, об этом в экономических новостях еще в начале года. То есть, что планировался этот налоговый маневр. Но тогда говорили, что это возможно только за 2021 года. Вот здесь и пригодился Бабич, потому что сейчас этот Бабич будет тушить пуканы белорусского руководства. А точнее, будет на них орать и говорить, мы вам не дадим никакой нефти, мы вам больше ничего не дадим, или вы с нами, или вы не с нами. И вот начнется распад вот этого дурацкого союза. А наше руководство скажет, а мы не с вами. Мы ОМВФ. Ну да. Мы возьмем у Китая кредит. Да, вот у Китая. Или Евросоюза. Александр Григорьевич неслучайно пригласил китайских военных на парад 3 июля 2018 года. Да, это знак. Это альтернатива, потому что Европа дает деньги, но они требуют реформ определенных и демократических изменений, на которые Лука тоже не хочет особо идти. Он пытается заигрывать, но еще пока не слишком. То есть он диктатор. Он диктатор, он полный у Луки есть Макей. Пока Макей мотается в Брюсселе, все с Европой нормально. Поэтому у Луки есть Макей и Минские соглашения. Кстати, когда Макей уехал в свой отпуск, начали этих журналистов задерживать. Как-то совпадение такое резкое. с Тутбая. Нет, Тутбай здесь ни при чем. Мне кажется, это там связано со вбросом проявления инсульт больше, чем с Макеем. Да нет, Тутбай это, скорее всего, просто передел рынка средства массовой информации. Лукашенко очень давно пытается задушить такие около независимые или абсолютно независимые средства массовой информации. Но все никак не получается. Это из разряда вот этой вечной войны, которая происходит между Лукашенко и средствами массовой информации. Не больше и не меньше. Здесь никаких подводных камней я не искал. И как раз через неделю где-то умер этот директор Белопад. Да, не повезло, что так совпало, что умерли слепой. Но говорят, что он болел, то есть там это не просто как бы совпадение. И вспомнить, что говорил, если, как говорится, подойти к делу и вспомнить, что Лукашенко говорил, когда он только пришел к власти в 97-м году он давал интервью, известное про средства массовой информации, что он говорит, я там обеспечиваю демократически, то есть должны быть разные каналы, то есть я помню, как меня там мочили в 94-м году. Что это пещерные методы. Я никого не позволю мочить и себя мочить не позволю и вообще я демократически началась. Начало замачивания свободных СМИ. И вот тогда он начал как раз эту войну. Так что вот это вот задержание журналистов Тутбая и всех остальных это еще один эпизод этой длительной войны, которая идет с незапамятных времен. Параллельно был судно профсоюзом РЭП. То есть это подготовка, я думаю, к тунеядскому маршам новым, которые в 19-м году могут быть. Разгром профсоюза РЭП. Ну, если Лукашенко собирается действовать так как он действует и вот этот лагерь для тунеядцев открыл и все остальное, электронная база тунеядцев и так далее, он дождется, что люди снова выйдут на марш и хоть и приняться. Да, мы скатываемся похоже в ГУЛАГ. То есть я читал сообщения активистов некоторых в Фейсбуке, которые говорили, вот кто отбывал сутки не так давно, то говорили им там некоторые люди, сокамерники, что говорят новоповодскую колонию там освобождают от спецконтингента. То есть для чего? Непонятно. Считают, что возможно я могу сказать одну интересную вещь по поводу того, что у нас все-таки все колонии и тюрьмы забиты практически под завязку. То есть тут ты уже ничего не сделаешь, нужно новое строить, а денег нет. Кстати, к нам же относятся Минские соглашения, вот к чему Захаренко, собственно говоря. И Кремль его убил, что к нам Минские соглашения относятся только одним боком, они происходят в Минске, то есть консультации происходят в Минске и все. И Лукашенко выиграл на этом баллы перед Европейским Союзом и мировым сообществом. Предстал в лике миротворца, у него выросли крылья, загорелся над головой нимб и, в общем, он перестал быть диктатором. Ну и плюс еще Лукашенко выигрывает в торговом отношении с Украиной и в торговом отношении с другими странами. То есть эти Минские соглашения, по сути, они не особо выгодны никому. Они не выгодны России, они не выгодны Украине, они выгодны Лукашенко. Они выгодны Россией, показывающие, что Россия могут договариваться, могут вести какие-то, вести какой-то диалог с кем-то. Да, Франсуа Аллан тоже опубликовал мемуары, в которых написано, как Россия умеет договариваться. Тем не менее, она будет и договариваться. Путин вопил, я сотру там вашу армию или я раздавлю вашу армию, что-то такое на этих переговорах. Так что... Ну, тем не менее, с уверенностью держались четыре года, как выдержались. Пытались сдержаться, но... Как-то так. Не держались и не выполнялись, поэтому и держались. В любом случае, это может означать завершение вот этой всей клоунады с минскими переговорами. То есть, один из гарантов умер, а Луганский там... Полные массовые вот эти действия, соответственно, со стороны провокации от Кремля, очередная. Вот и все. То есть, им это развязывает руки по факту. Был вот... Нужен предлог. Вот и все. Ребят, ну давайте просто посмотрим на Захарченко не как на человека, который подписывал эти соглашения, а как просто на руководителя этой сепаратистской республики несуществующей. Он же идиот. Так мы так и смотрели на него. Вот так на него посмотрела Российская Федерация. Нахрена этот идиот нужен? Вот просто так подумать. Вот от него и избавились. Это убрать эти минские соглашения, это же логично. Да, он один из тех, кто подписывал якобы от лица вот этой фейковой республики. Потому что понимаешь, они его сюда и посадили. То есть они же его сами туда и посадили. Стрелков ушел, а этого посадили. То есть считается, что это марионетка Суркова. Есть такая фраза полезный идиот. Ну, значит, он был полезен в какое-то время. Значит, это, наверное, еще и борьба между кремлевскими башнями. Просто кто-то дал подсральника этому Суркову, например. А по сути эти минские соглашения, ну, они и так не выполнялись. То есть без разницы. Есть Захарченко, нет Захарченко. Просто Захарченко, видимо, начал позволять себе слишком многое, слишком многое вякать своим этим тупым хлебалом. То он Малороссию создает, то он еще что-то создает, то он значит, союз какой-то создает между непризнанными республиками, то еще что-то. Это все просто в конечном итоге надоело и либо хотят посадить на его место какого-то более образованного человека, чтобы просто не позориться. Потому что этот позор четырехлетний уже наверняка и Кремлю надоел. Но самое главное, что в Минске переговоры-то идут не между этими республиками. В Минске переговоры идут между этим Кучмой и спецпредставителем от России. Вот где главные переговоры. А это все так. Плотницкий, Захарченки, это все зверьки на показ. По-моему, все эти Минские отговоренности это попытка поглядать с Россией, то, что она может договориться с кем-то. То есть, по сути, договор России и Запада, а не кого-то там еще. Да, только вот Россия, она говорит, что мы ничего не подписывали и так далее. И вообще, мы тут как гаранты. Ну, так это именно ей нужно. Главный переговор это между спецпредставителями Украины и России и все. Не между Западом и Россией, а между Украиной и Россией. Кучма и этот от России кто-то. не помню. Но выигра это больше всего в России. Россия как раз больше всего проиграла. У нас новость только сегодня. Ну, только недавно было про доллары. Я тебе поясню, почему это сказал. Если бы Россия и Минские дворенности не участвовала, никак кто вот эти санкции, которые введены сейчас, они бы были введены тогда. Просто оттягивало время. Они бы не были введены тогда, потому что западные страны, поскольку они очень поскольку у них очень сильна власть институтов у западных стран, именно поэтому западные страны очень-очень долго раскачиваются, прежде чем вводить какие-либо санкции. Они просчитывают все варианты. Просчитывают все свои потери. И в итоге, когда просчитают эти потери, предоставят секретные записки, документы, просчеты и так далее своим парламентам, парламенты это принимают и согласовывают. А потом уже вводят эти санкции. Тогда они не могли бы быть введены, потому что там система. Система сдержек, противовесов. Из одного кабинета нужно перенести документ в другой, все просчитать, показать это все парламенту, чтобы парламент это все согласовал, принял, прочитал, оценил и так далее. Понимаешь, вот в чем вся фишка. Санкции тогда сегодняшние введены быть не могли. Но тогда эти минские соглашения, они позволили остановить вот этих путинских так они и сейчас останавливали до этого момента ополченцев. Ну, в том-то и дело, что нужен был предлог, они этот предлог сделали и благодаря этому предлогу убрали эти минские соглашения. Им это все развязало руки. Тут уже дело не в санкции. Тут дело именно в этих... Володин после убийства Захарченко заявил, что это вот самое убийство Захарченко, оно обнуляет минские договоренности. То есть, типа, все, теперь один из подписантов его нет, поэтому как бы и соглашения уже не могут выполняться. Я когда сам услышал эту новость на свободе... Да там вроде вне зависимости от подписантов эти соглашения, они действуют. Так теперь они это официально будут делать вне зависимости. То есть, так все полностью им развязывать руки. Вот и теперь они могут их нарушить и сказать, так все, нет одного человека, который подписывал, вот, пожалуйста. Я еще слышал новое, что это связано с Боингом. Не, с Боингом там, это называется неудобный свидетель. Ну, типа того, да. Ребята, ну, какой это свидетель, но в самом-то деле. А когда свидетель что он видел в республике? Захарченко, что он там что-то видел, и так далее, и так далее. Он на расстоянии десяти километров видел, как два самолета украинских сбили Боинг. Это гораздо более важным свидетелем является Стрелков, который был тогда министром обороны. Но он до сих пор спокойненько себе вещает, и ничего. Ну, это да. Тем более, что вот Австралия и Нидерланды, они предложили России посодействовать и дать возможность допросить всех фигурантов дела, которое сейчас они имплементируют там среди этого. Россия отказалась, и Нидерланды, и Австралия сказали, ну, не хотите, значит, и в трибунале участвовать не будете, и никакие документы мы вам не покажем. Кстати говоря, по поводу вот этого Стрелкова. Россия же заявила, что типа это провокация от Кремля. То есть, это Кремль, точнее, не Кремль, это Киев убил Захаренко. Соответственно, ну, как обычно, что же они не сказали. Они все время заявляли, когда Моторолу и Гиви убили, что это украинские ДРГ. Ну, ожидать от Москвы что-то, чего-то другого, это было бы, ну, не знаю, это было бы странно. То есть, во всех бедах вот этой вот недореспублики виновата, естественно, Киевская фашистская хонда. Так что, здесь чего-то другого просто ожидать и не стоит. А Минские соглашения, по сути, я не думаю, что Минские соглашения сейчас как-то пострадают. Ладно, там вот Лукашенко новость такая в Беларуси, новый министр финансов, молодой, типа, нравится Западу, открыл рыночник, типа, тоже, живет в неэлитном даже доме, ну, для чиновников, типа, сухарев. Знаешь, что я тебе на эту тему скажу? Вообще-то, это как бы не совсем связано с новым министром, но ты понимаешь, как у нас делают экономические реформы. То есть, вот, был я сегодня в Орши, ходил, и знаешь, что смотрю, понимаешь, здание, там висит табличка бизнес-инкубатор, то есть, типа, регион такой весь, упадочные предприниматели постоянно уходят, и они решили создать бизнес-инкубатор, где будет помогать бизнесу, там развиваться. Но самое главное, то есть, здание старое советское, наверху герб СССР, и надпись новая висит бизнес-инкубатор. То есть, когда смотришь на это, просто понимаешь пародия. Вот так и хочется подумать, ну, пока давайте уже, хотелось бы мне посмотреть на этих бизнес-гомункулов, которые будут оттуда вылупляться с этого инкубатора. Кстати говоря, это как у нас, ребят, это как у нас в Бресте, там такой огромный знак стоит возле Варшавского шоссе, и написано свободная экономическая зона и поля. 37 лет, насколько я знаю, там какому-то министру, кого назначил Лукашенко. Это типа новый рекорд даже. У меня по поводу Ашанского бизнес-инкубатора есть своя, не то, что своя история, а то, с чем я столкнулся. В конце 2017 года был на приеме у первого заместителя Ашанского районного фолкома и за очень короткую беседу, он мне как-то упомянул, что, мол, считайте план развития Ашанского района, и вот этой частью плана развития Ашанского района был этот самый бизнес-инкубатор. Уже когда я записался на следующий год на прием к мэру, когда это был еще поздняк, и выходя с приема, одна из сотрудниц исполкома в разговоре мне сказала, что, мол, предпринимательской деятельности, наверное, назову, это так, сокращается. То есть не кубинцы инкубатора даже со стороны это признало даже исполком, что один из сотрудников признал, что речи быть не может. Но это уже и так люди видят, что какой тут бизнес может быть. И что в понятии бизнес-инкубатор вообще входит у нашего руководства. Это сбыт продукции какой-то, особенно импортной. Или может идет какой-то, должно быть это производство своих продукций, которые нужно конкурировать на белорусских рынках. Вот это как-то вещи разные. Вот что их понятие бизнес-инкубатор не знаю. вот личным, как мне кажется, мне кажется, что наше особенно высшее руководство, оно даже самого слова бизнес не понимает. Ну вот в Китае, к примеру, НДС снизили, а в России подняли до 20. У нас эти 20 и тогда, и сейчас было, и тогда и было. То есть малый бизнес вообще нет такого понятия по факту. А малый бизнес у нас страдает в этом плане. То есть постоянное сокращение. Люди закрываются на постоянной основе. совершенно верно. Тем более, что я привел вот этот пример свободной экономической зоны. Наше руководство не понимает, что такое свободные экономические зоны. Наше руководство не понимает, что такое бизнес, что кровь экономики это мелкий бизнес и средний бизнес. Ну наоборот, вот Лукашенко наоборот говорил в свое время, ну помните, это знаменитую его фразу, вшивые блохи. Вшивые блохи, и в 2010 году я пожму последнему индивидуальному предпринимателю там руку. То есть, человек не отдупляет, что такое бизнес. Человек не отдупляет, как поднимать экономику. Человек вообще ничего не отдупляет. Ну может быть, в Советском Союзе, по советским вот этим лекалам, что все это мелкобуржуазная херня, которую там надо ликвидировать. Не, ну Ромас сейчас пришел... Политэкономию, социализм. Не, что вы думаете насчет Ромаса? То есть, нормально же человек, в принципе. Да, может быть, будет получше. Мы посмотрим, что он сделает. Главное, мы же понимаем, что власть его сильно ограничена. То есть, как жесточайший скажет, Ромас это такой козел отпущения, на которого будет потом все вешать, как на Кобякова. Да, 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 на Ромаса потом будут вешать абсолютно все. Вот видишь, проклятый либерал, как все испортил. Именно, что это даже хуже еще. То есть, Ромас, то, что он либерал, это ничего не значит, ему ничего не дадут сделать. А потом, наоборот, скажут, вы хотели либерализацию, экономику, вот вам был банкир, вот вам был либерал. И что он сделал? Он ничего не сделал, вот все. Значит, либерализм, это говно, он не работает. Вот видели? Все мы проверим на опыте. Вот ты зачитывал статью в Советской Беларуси про совка, ну, левака, который там, нет, мы делали все правильно, нужно скол. Такие люди сидят. Делали все правильно, но, блин, все развалило. И надо делать, опять, все правильно. Пора все переделывать. Мы делали все правильно, но надо почему-то переделывать. Это исконно. что он удалит, если этот серп и молот, находится прямо вот, когда на Минске выходишь с этого метро, ну, в этом, на вокзале, и голову поднимаешь, а там вот этот БСССР, серп и молот стоит до сих пор. А, да пусть находится, это абсолютно не важно. А это исторический как бы памятник, но когда под серпом и молотом вешают какую-нибудь фигню, типа, здесь находится там свободная экономическая зона, там, в этом здании, или что-нибудь такое, а вверху здание советское, серпом и молотом, заходишь, а там сидят бывшие коммунисты и управляют этим. Тем более, что вот это вот, насколько я понимаю, это ты про Минск пассажирский говоришь, когда с Минска пассажирского выходишь. Так это ворота Минска, это памятник архитектуры и сталинского ампира. Ты же ничего не поделаешь. Там, по-моему, и Ленин стоит, и рабочий, и колхозница, и что там только нету на этих башнях двух. Нет, ну, так выглядит оно красиво, колоритно, конечно, как памятник истории. Все-таки, это же наш исторический период, так говорится, такое было, поэтому это да. Есть же такая же легенда, когда, если этот памятник обрушится, значит, все, конец Беларуси. Это памятник, мы в музее, кстати. Ну вот, типа, ну, обещания чиновников и что они выполнены. То есть, выполнение первой чиновной задачи Министерства труда и соцзащиты на 2018 год за первые 8 месяцев года откровенно провалены. То есть, обеспечить рост занятых первой чиновной задачи на 2018 год Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты. С начального года количество занятых в экономике сократилось на 6500 человек. Ну да, неудивительно, откуда тут к чему взяться. То есть, они пытаются все по советски социалистическими методами выливыми. То есть, президент сказал, чтобы создать столько-то рабочих мест, все, безработицу ликвидировать. Чиновники сказали, есть, и на бумаге ликвидировали. А по факту, оказывается, что стало наоборот меньше рабочих мест. Ну, против, законов рынка труда, Министерство труда упорно утверждает, что у нас около 2%, от 2 до 5% безработицы. То есть, это такое, как называется. Странно, по-моему, 0,5 или даже 0,4, они говорят. В порядке погрешности. То есть, это нормально. Нормальная безработица. Не то, что в этих загнивающих Европах, где там в Испании в районе 20% безработицы. Откуда 450 тысяч этих писем счастья? Это же 20% безработицы. Получается, по факту, полпроцента безработных и 500 тысяч тунеядцев. Странно. Это 20% как бы безработных. Они сами себе противоречат. Безработица, она такая же, как и в Европе, а по факту у нас даже нету пособия по безработице. Просто они, да, не признают безработицу. Это вот в загнивающей Европе там безработица. По стопе по безработице у нас есть. Это 80 рублей в месяц. О, 80, по-моему, я думал, 120. Но для этого надо два раза поработать, по-моему, там в месяц на общественных работах. Артем, я тебе статью скинул. Ну, у тебя хорошо получится зачитывать. Зачитаешь ее? Сейчас глянем. Ладно, пока Артем ищет, сейчас я небольшую новость пройду. Кстати говоря, собрался оргкомитет по митингу. Возможно, 15 сентября, возможно, будет митинг. Пройдет шествие от октября до оперного театра. Но это пока только возможно в планах. Они подали заявку в исполком. Как они там примут, не примут, где-то к 10 сентября станет точно известно. А что насчет 9 сентября? Кот, а что насчет 9 сентября? Хотите там в Куаропатах митинг сделать? 9 сентября тоже хотят сделать митинг. Я вот не слышал про 9. То есть, я помню, там говорили, что в начале... По делу Коржича статью, да? Да, про Коржича. После обеда в четверг 30 августа Минский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело о гибели рядового Александра Коржича. Показания дает Наталья Петроскова. Психолог отделения психологической помощи 72-го учебного центра. Она дважды беседовала с рядовым незадолго до гибели и на вопрос, как могло случиться, что человек с опытом оказания психологической помощи не смог выявить суицидальных мыслей солдата, объяснили это подвижной психикой человека. В первый раз я беседовала с Сашей 16 сентября, после того, как мне позвонил заместитель роты Чириков и попросил встретиться с Коржичем. У рядового были выявлены рассеянность, нарушение сна, отсутствие аппетита, рассказывает Наталья Петроскова. Первая встреча с психологом длилась 10-20 минут, вторая около часа, она состоялась 17 сентября. Не пытались ли вы связаться с родными Коржича, то есть со мной, обратилась к психологу мама погибшего солдата Светлана Коржич. Есть закон об оказании психологической помощи, где запрещено третьим лицам сообщать о состоянии здоровья, отмечает Наталья Петроскова. Это первый суицид в вашей части, задает вопрос Светлана Коржич. Нет, за время моей службы третий, говорит свидетель. По словам Петроскова, с июля по сентябрь 2017 года в печах не было штатного психолога. К тому же некоторые ее коллеги были в отпусках, и ей приходилось их заменять. Я не могу каждой части оказать помощь, потому что за мной закреплены 350 человек, уточняет психолог. После беседы с Коржичем у нее сложилось мнение, что рядовой не в глубокой депрессии. Однако она отвела рядового на консультацию психоневролога, врач поставил диагноз здоров. Уже не первый раз во время процесса звучит, что именно психолог настаяла на том, чтобы к палате Коржича в Медроте поставили охрану. Это не охрана, а сопровождение. Это было не мое решение, а заместителя командира воинской части, говорит сегодня в суде психолог. Во время допроса в Следственном комитете она говорила обратное. Именно она рекомендовала охрану для Коржича. Адвокат потерпевшей стороны поинтересовалась, почему психолог дальше не продолжил работу с рядовым, а ограничился двумя беседами. Я работаю в другой части, некоторые солдаты требовали наблюдения, говорит Петровского. У специалиста 12-летний стаж работы в своей должности работает 3 года. По словам психолога, про неустановые отношения Александр Коржич не говорил. Если бы сказал, она бы сообщила к командиру части. Во время беседы они обсуждали только личные темы. Со мной он старался избегать темы службы. суицидальных мыслей не было, рассказывает Наталья Петровского. После чего адвокат обвиняемого Евгения Барановского спросил, как так могло произойти, чтобы опытный специалист не смог разглядеть суицидальных мыслей солдата. Я не знаю, человеческая психика подвижна, и каждый реагирует на события по-разному. Саша говорил только то, что хотел, а я должна была слушать, говорит психолог из печей. Во время предварительного расследования свидетель говорила, что из бесед с Коржичем поняла, доверительных отношений с мамой у него не было, с отцом тоже. Никогда в практике психолога не было случая, чтобы человек совершал самоубийство, надев на голову майку. Об этом она читала только в литературе. После этого в зале суда появилась психиатр военного госпиталя Нина Бубенчик. Именно она поставила диагноз Коржичу здоров. Специалист признается, что рядового не запомнила. Я не помню его на приеме. Через меня проходит большой поток военнослужащих, отмечает Бубенчик. Прокурор попросил свидетеля прокомментировать способ самоубийства Александра Коржича. Нина Бубенчик ответила, что для этого есть судебный эксперт, а она психиатр. И добавила, во время допроса в Следственном комитете следователь задал аналогичный вопрос, и она высказала личное мнение. Я сказала, что слишком усложненный суицид. По словам следователя, Коржич расстегнул китель, снял майку, застегнул китель, завязал шнурки и надел на голову майку для того, чтобы повеситься. Слишком много действий, говорит судеб психиатр. Напомним, тело Александра Коржича с майкой на голове и с ботинками с завязанными шнурками найдено 3 октября 2017 года. Мама рядового почти год настаивает на версии убийства сына. На скамне подсудимых трое сержантов Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Им вменяют часть 3 ст. 455 Уголовного кодекса злоупотребления властью, повлекшие тяжкие последствия. Часть 1 и 2 ст. 430 ст. получения взятки. Барановскому еще и часть 1 ст. 205 кража. Максимальный срок 12 лет лишения свободы. В суде уже выступили потерпевшие. Сейчас показания дают свидетели. Некоторые из них находятся под стражей в ожидании суда. Другие отбывают наказание. Так, конвоем на процесс был доставлен командир роты Павел Сукавенко. По данному уголовному делу он проходит в качестве свидетеля, по-другому обвиняемый по ст. 1 и 2 ст. 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти. Во время допроса 24-летней старший лейтенант заявил, не до конца был готов занимать эту должность. По работе с личным составом проблем не было, но с организационной работой не хватало опыта. Его не хватало обо всем и понемногу. Другой судитель по делу о гибели Коржича также давал показания под охраной. Сержант Юрий Бритиков осужден по ст. 2 4455 УК злоупотребления власти ч. 2 ст. 430 получения взятки повторно приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Этих свидетелей конвоиры помещают в отдельную железную клетку, которая стоит рядом с той, где сидят обвиняемые. осужденного сержанта Андрея Зайца на заседание привезли из ИК-2 в Бобруйске. Там он отбывает наказание. Суд признал его виновным по части 1 и части 2 ст. 455 злоупотребления властью и приговорил к 3 годам лишения свободы. Зайц тот самый военнослужащий, который нашел тело Александра Коржича в подвале Медроты. Он отрицал слова свидетеля Эрнста Суботского, что бил Коржича и требовал у него деньги. Во время службы в армии Андрей Зайц вел дневник. Некоторые страницы из него вырваны. По его словам, чтобы кто-то не смог прочитать некоторые записи и утверждал, что про Коржича ничего не писал. Заступил наряд 2 октября. Обыкновенная служба в наряде. Перед тем, как его сдать, пошел в подвал что-то взять из инструментов и увидел там человека висящего. Вернулся обратно, попытался связаться с дежурным. Не получилось. Тогда позвонил дежурному Медроты и отвел его туда, где был висящий человек. Стали звонить начальникам, собрались люди, доктора, приехал в следственный комитет, меня допросили, после чего отпустить. Рассказывал Андрей Зайц. Он также рассказал, что в подвале было темно, перегорела лампочка, поэтому он искал инвентарь с фонариком. После 3 октября сержанту поставили диагноз посттравматический шок. До призыва в армию наблюдался у психиатра, в связи с чем не помню, рассказывал во время предварительного расследования Андрей Зайц. Свою причастность к смерти рядового Коржича отрицает. Планируется, что после допроса свидетелей в суде выступят обвиняемые. Ну, то, что это не самоубийство, как бы, ну, было сразу понятно. Ну, это очевидно. Я сколько не пообщался с людьми, там, не помню, рассказывали, что там в год по 30 самоубийств происходит, минимум. Шкарно наша армия, конечно, нужно там реформы, конечно, конкретно такие проводить. Если бы не это дело, то многие самоубийства, они бы так и остались вообще неизвестными. То есть, под это дело стали и другие заявлять, что вот там, там произошло. По сути, в скамье подсудимых должен сидеть Равков. По сути. А, его же хотели в отставку отправить, там подписи же собирали, насколько я знаю. И как-то нет. Вот когда зачитывали новость, там же было сказано, что в том помещении, где нашли Корича, там были какие-то проблемы со светом. Так сколько эти времени проблемы со светом там были? Если он там поехался без света, Корич, то это как-то уже противоречие. Нет, и так уже слишком много действий нужно совершить, чтобы повеситься. Ну да, тут еще и света нет. Китиль, завязать шнурки, надеть на голову майку, повеситься. Еще и с выключенным светом. Не вяжется все это дело абсолютно никак. по поводу того, что вот эти вот ребята, которые вымогали деньги, виноваты, то сто процентов у нас в печах, в печах при Союзе служил мой дядя. Он, когда вот это вот случилось, он, ну, мы с ним поговорили, и он говорит, ну, в печах не было дедовщины при Союзе. Сейчас есть. Еще я помню... Это виновата Министерство обороны. Даже еще не то, что при Союзе, когда вот это случилось только в конце 17-го года, даже ватники, Шакардос выпустил тогда видео, и он сказал, что он в 93-м году служил там в печах. И говорит, тоже тогда не было этого. Это была показательная образцовая часть. Говорит, что туда не было. Я в 94-м служил. Говорит, что гоняли, но такого не было. В 94-м я служил, да, не было никакой дедовщины. Устав был очень сильный. То есть, следовательно, если при Равкове этот режим разложил нашу армию в первую очередь. Даже если в 90-м, если при Равкове не было. Ну да, если при Равкове случилась такая ситуация, то на скамью подсудимых должен сесть вместе с этими сержантами и офицером вот этим вот малолетним и Равков тоже туда же, в ту же клетку. Потому что это он не доглядел, он министр обороны в конце концов. По факту, там должны стоять камеры. За это, в принципе, и петиции там были, и все остальное. Да и вообще, полтора года, ну что за бред? Полтора года никуда, если так вздуматься. Должно быть, не знаю, курсы минимальные хотя бы так, но не полтора года. И добровольная армия должна быть, по факту. Да нет, вообще, в принципе, не должно быть воинской повинности. воинская повинность это этот это вот осталось потому что вот такие вот, которые не хотят служить в армии, а хотят просто за счет других людей свои комплексы как-то сбросить. Вот такие люди и приводят вот к таким вот самоубийствам, в кавычках. наслаждаются своей властью, вот сержанты эти. Видимо, этих сержантов недоучили немножечко в учебках и так далее. Видимо, в детстве их просто били, а они так сублимируют. Да их детстве не бить нужно было, их детстве убить нужно было. Нет, вон то и дело, что их детстве били. Вот они такими маньяками и стали, можно сказать. Потому что к ним так и в детстве относились. Да, зато когда речь заходит о, так сказать, гражданских активистах, то здесь наши силовые структуры всегда на высоте. Вот маски-шоу задержание Петрухина на этой неделе тоже прошло не так давно. Петрухин допрыгался, да? Ну, это уже в очередной раз. Не в первый раз его уже берут. Просто, понимаешь, смазки-шоу, ну, такой опасный человек врываться домой и ломать дверь. Да, в 8 утра сломать дверь, типа, потом говоришь, что он ничего не слышал, но это полный бред. Не, ну, это наши брестки, они умеют. Он ничего не слышал, поэтому надо сломать дверь. Артем, может, сочетать следующую новость, я скинулся. тоже. Полноценное электронное правительство в Беларуси планируется создать до 2020 года. 17 ноября 2016 года на 15-й международной конференции развития информатизации государственной системы научно-технической информации РЕНТИ 2016 заместитель директора Объединенного Института проблем информатики НАН Беларуси Владимир Лапицкий заявил, что полноценное электронное правительство в Беларуси планирует создать до 2020 года. Владимир Лапицкий отметил, что программой социально-экономического развития страны в 2016-2020 годах в сфере информатизации поставлена цель решить 12 ключевых задач, в том числе по созданию полноценного электронного правительства. Его создание предполагает построение общей государственной системы обработки информации, решение полного спектра задач по управлению документами, процесс охранения обработки и распространения информации. Планируется, что в 2020 году все базы административные услуги будут в электронном виде. Ну, а теперь у меня такой вопрос вот к этому Липицкому. А он как вот этих вот бабушек и старушек, которые сидят во всяких ЖЭКах, во всяких администрациях, во всяких муниципальных и других властных органах, он сам лично будет в информатике учить или как? Там же сидят такие клуши лет под 70. У меня вопрос больше всего к этой статье. Что означает хранение, распространение информации, что там еще было? Это очень как-то обтекаемо. Документнооборот еще там и так далее. Ни о чем абсолютно. Так нет, мне просто интересно вот этих вот бабушек, которые комплюктор видели только, не знаю, по телевизору. он куда собирается деть? На скамею, потому что извините, куда не зайди, в какие вот администрации не зайди. Везде сидят такие вот бабушки лет под 60, под 70 с синдромом вахтера. Ничего, он наберет новых, молодых, как он же назначил какую-то одну молодую кухозом управлять. Неберет тот. Новых, молодых, ну, судя по его возрасту, новые и молодые для него это лет под 50, под 40. Не, ну почему, новый Румасу 45, насколько я знаю, ну что-то около 45, там какому-то министру вообще 37, и еще какому-то там тоже 40 с чем-то, ну, который вот недавно говорил, Труновый, с инстаграмом, нам нужен новый электронный президент, желательно такой децентрализованный, распределенный. Не, вот электронного президента не надо, потому что он будет жить вечно, понимаешь. Я вот тебе, Артем, сбросил про Румасу статьем. С нашей системой власти электронный президент будет в Беларуси править вечно, потому что у нас система власти устроена таким образом, что она заточена под тотальную диктатуру. Центр. Жуткая централизация, грубо говоря. Поэтому, если нам сейчас ввести электронного президента, то даже децентрализован и распределенный президент. А, ну, такой не будет, потому что извини, верхушки то невыгодно. Да, все это электронные эти инициативы, которые они предлагают, все это фигня. То есть, пока у нас власть та, которая сейчас сидит, я думаю, все это не работает. То есть, тот же декрет о цифровой экономике, вроде хорошие инициативы, но они не могут их реализовать. То есть, сама их суть вне советская мешает им. Нет, хорошие. Инициативы хорошие, мозгов нету. Инициативы это хорошие. А вот, посмотришь на это правительство, вот просто возьмешь палату представителей, посмотреть на эту палату представителей, там, там вообще кто-нибудь комплюкторы не в телевизоре видел. Банально, КГБшник очень-очень давно был знаком с одним КГБшником. Он к компьютеру боялся подойти. Он не знал, что это за инструмент такой. Как там что нажимать? побольше бы таких нам бы лучше жилось. Ну, почему? Что такое видео? Абсолютно система архаичная полностью, то есть, ее нужно менять именно вот начиная вот с этих, а уже потом и цифровое правительство, и цифровую экономику, и все остальное. Нужно обновление, новую кровь влить в это правительство, потому что вот эти вот за 40, за 50, за 60, за 70, они там просто, я не знаю. Ну, как бы, вот новая кровь, Румас, и вот еще один, который второй, со стей раунд. Ну, эта кровь протухнет в ближайшие 2-3 года. Прежде чем влить новую кровь, нужно старую кровь пустить по полу. Да нет, я бы вообще эту палату представителей засыпал прям в зале заседаний, потому что они там и так иногда кажется, что их надо подойти и палочкой потыкать, может, они мертвые. Артем, зачитай вот эту статью про Румаса как раз. размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% от средней заработной платы. Говоря о проекте республиканского бюджета, премьер-министр отметил, что принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется. Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем, но обеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. сохраняться двухсценарный подход для проектов прогноза и бюджета. Для бюджета базовый сценарий развития экономики. Будет экономика генерировать больше доходов? Вместе внесем предложение о направлении дополнительных доходов труда, где в этом будет необходимо. Основные параметры проекта бюджета 2019 года рассмотрены и одобрены на заседании президиума. Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу достичь уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% от средней заработной платы. Бюджетная сфера. Я дал поручение Министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности. Резюмировал Сергей Румас. Ну, вот опять обычно ставка делается на пенсов. А кого будут выбирать пенсы, дорогие друзья? Пенсы будут выбирать себе подобных. И вот эта геронтократия, она не прекратится. Да, 30 августа, между прочим, прошел день независимости вейшнории. Как раз по поводу Петрухина, вот вышла там, ну, что он рассказал. Что было 30 числа? Чад для усих, собственно говоря. Да, я вижу. Петрухин пишет, что меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я открыл глаза и подумал, да ну нафиг. В дверь также настойчиво стучали. Возможно, это длилось секунд 20-30. Утро давило на мозг. За дверью было тихо. Никаких откройте, милиция. Или что-то в этом роде. Но я знал, что так в дверь стучат только те, кто уверен в своей безнаказанности. Так стучат в дверь только засланцы министра, который обожает по праздникам резиться в форму НКВД. Я сел на кровати и хотел было крикнуть, кто там, но не успел. В дверь ударили чем-то тяжелым и штукатурка градом застучала по ламинату и прихожей. Мощные удары один за одним. Дверь выбили в считанные секунды и я еле-еле успел включить стрим на телефон и снять первого ниндзю с табличкой ОМОН на груди, который уложил меня мордой в землю и защелкнул наручники лежа за спиной. Вся операция по проникновению в мою квартиру продолжалась около полутора минут и, по-моему, главная задача милиционеров и ОМОНовцев заключалась в том, чтобы молниеносно открыть дверь и застать меня врасплох жующего утренние сопли, чтобы я не успел ничего снять. Однако я успел. Я успел показать, ну, не скажу, что всему миру, но достаточно большому количеству людей, как в Беларуси проводят обыски по статьям за клевету и оскорбление у подозреваемого в этом злодеянии. Так вот, меня, подозреваемого в клевете и оскорблении сотрудники Ленинского РОВД уложила морды в пол бригады ОМОНа. Потом я увидел участкового Сашеньку Тарасюка, старлея, с благообразным лицом священника сельского прихода. Он дал мне ознакомиться с постановлением на обыск следователя Андраника Хачатряна, подписанного замом прокурора Бреста Воробьем. В этот раз напарником у него был не Борис Дмитрук, наводящий ужас на одиноких выпивающих маргиналов, имеющих на различных правах жилье в центре города, а колоритный, крупногабаритный, участковый Максим Ярошук, словно сошедший со страниц пушкинской сказки поп, которому балда надавал болезненных щелчков. Только что без бороды, участковые в отличие от ОМОНовцев были без масок. ОМОНовцы нервничали, старший, самый низкорослый из них, видимо, накачал их информацией о ничтожности и продажности моей личности польским хозяевам, а также важностью их миссии в борьбе за стабильность Беларуси. Очевидно, для того, чтобы избить меня с чистой совестью, как врага народа, но агрессивным был только старшой. Он вел себя так, будто мой дед был полицаем при фашистах и от его действий пострадали деды и бабки ОМОНовца. А теперь пришел его черед отыграться и отомстить за своих. Старшой вывел меня из кухни, которую моментально заполнил собой и процессуальными манипуляциями участковый Ярошук и поставил на колени. Потом уткнул лицом в пол и уселся мне на спину. Да, поставил меня раком и уселся верхом. Я вспомнил беспредел минского ОМОНовца, который помочился на голову 17-летнему парню. Я почему был уверен, что ОМОНовец забрался мне на спину, чтобы передануть затылок, но наездник не переданул. Видимо, ему было неловко из-за того, что среди троих понятых была Тамара Евгеньевна, походившая на паспортистку из ЖЭКа Мадам. Мне было очень неловко перед понятыми, потому что я стоял у себя дома, перед ними на коленях и в трусах, немного перепуганный визитом защитников народа и не смог пригласить их выпить кофе, потому что боялся последствий от злобного ОМОНовца. А он, чтобы я не балдел, зажал мне наручники. Когда мы поехали в РОВД, ОМОНовцы посадили меня на сиденье, а сами сели напротив. Но злобный старшой сказал мне лечь на полбуса. Я, конечно, повиновался, камеры у меня не было, ОМОНовцам, ОМОНовским регистраторам верить, сами понимаете. А ведь у них еще и оружие, короче, ОМОН страшнее участковых. Это вот Петрухин написал такой пост. Что-то я не узнаю Ленинского РОВД. Может, он Ленинское с московским перепутал? А что там не так? Не так, что так ведут себя люди из Ленинского РОВД. У нас так себя ведут люди из московского. Ну, мало ли там нового указания. Ничего удивительного. Может, он слегка приукрасил, потому что в Ленинском РОВД такого, не знаю, не верится как-то. Мог и приукрасить. Потому что, в принципе, зная, ну, я общался с Ленинским РОВД, я общался с московским РОВД. Ленинское РОВД по сравнению с московским это небо и земля. В Ленинском РОВД, по моему личному убеждению, работают ангелы небесные. В отличие от московского. Вот там, да, там такие садюги работают в московском, что ну его нафиг. Ну, первые кадры, когда там ложись, руки за голову, там, ну и повалил сразу же его. Это было жестко, конечно. Ну, это, наверное, ОМОН работает. А что касается всего остального, то участковые из Ленинского РОВД, ну, ко мне заходили участковые из Ленинского РОВД, ну, чтобы я давал объяснение по по личным делам. Ну, раз так РОВД отличается, значит, начальники так влияют РОВД на своих подчиненных? Раз московское от Ленинского сильно отличаются или нет? Ну, я не знаю, что там влияет. Кадры разные выбирают. Попадается всякая шваль, сейчас же вообще, я так понимаю, берут всех без разбора. И тех, кто не служил, тех, кто по психологическому дару, мне брали объяснение. Участковые из Ленинского РОВД зашли вежливые, спокойные. Есть участковые, есть следователи, а есть опера. Со следователями в Ленинском РОВД я тоже общался, они тоже вежливые, тоже приятные люди по сравнению с московским. Московском вообще звери какие-то работают. Самыми жесткими считаются опера просто, как бы не нужны, не нужны их со следователями. Понимаешь, Артем, ты же не мешал строительству завода iPower, поэтому они с тобой вежливо общались, а если бы помешал, то может быть и в морду подали. Ну, я не знаю, как насчет мешал или не мешал iPower, но объяснение у меня брали достаточно. Почему? Мешал же. Ты же тоже выходил голубей гоня. Да, выходил. Но здесь просто, наверное, Петрухин немножко преувеличивает, либо к нему прислали просто московских, а не Ленин. Ну, я не удивлюсь, если это так. Потому что вот то, что описывает Петрухин, это не ленинские, это московские. Вот это их подчерк. Там, да, там сволочи те еще работают. Поэтому в московское рудо лучше вообще не заходить, не попадать и в принципе. Она такая быдлятина работает, что на ее нафиг. Артем, я там тебе еще одну статью скинул. А, ну, это у нас стандартная ситуация. Пишет «Чай с малиновым вареньем». В Беларуси ощутимо выросло число уехавших на заработки. Власти думают, как удержать трудовых мигрантов. Беларусы стали чаще отправляться на заработки, так во втором квартале этого года за границей трудилось 88 тысяч человек. Следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения это на 12,2 тысячи или 16,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Для сравнения, в 2014 году за пределами страны по официальной статистике трудилось 62,2 тысячи, но можно умножить на два. Человек в прошлом почти на 21 тысячу больше, при этом наши соотечественники чаще всего ищут работу в России. Ну, не совсем. В 2017 почти 84 процента уехавших на заработки беларусов осели в этой стране. В прошлом году в РФ трудилось около 70 тысяч человек. Напомним, в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны, так проблемой ощутимой трудовой миграции, обеспокоенной в Федерации и профсоюзах. В организации убеждены, чтобы сдержать ее нужно наравне с ростом зарплаты беларусам предоставить современные условия переобучения. 14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Аршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. «Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям, и как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый беларус, уехавший за границу на заработки из вашей Витебской области, обратился президент к председателю Витебского обл. полкома Николаю Шерстневу». По данным Департамента по гражданству и миграции в МВД на заработки в первом полугодии уехали 5882 беларуса, при этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах за исключением Минской и Могилевской областей. Здесь наблюдается обратная тенденция. Чаще всего едут на заработки минчане 1955 человек в первом полугодии на 421 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом за столицей по этому показателю идут Гомельская и Гродненская области 936 и 889 соответственно. Годом ранее 744 и 591. Витебская область по этому показателю занимает лишь пятое место. Так, среди всех регионов она идет следом за Ногилевской. Так, из Витебской области по официальной статистике на заработки в январе-июне этого года отправились 784 человек. Они что, Брестскую область забыли или что? Реже всего тут устраиваются в Бресте у каждого десятого карта поляка. Ты видишь, они же в Польшу ездят, они в Россию. Брестскую считают, что все уже в Польше. Едут на заработки. реже всего трудоустраиваются за границей жители Минской области. Опять Минская область? Так, больше всего едут или меньше всего? Они уже сами запутались. Эту статью надо было сочетать тому ватнику, а то он говорит, меня там не волнует, я деньги зарабатываю в России. Им уже займутся сейчас. Активнее всего соотечественники отправляются на заработки в Россию 2676 человек в первом полугодии, в Польшу 1624, в Литву 695, в США 274, в Германию 208, в топ-10 стран, которых белорусы чаще всего находят работу, также входят Чехия, Финляндия, Китай, Катар, Корея. Надеюсь, не северные? Может и северные. Но это только официальные данные, я думаю, не официальные, там не 2600 в Россию ездят, а очень-очень много, и в Польшу больше, и всюду больше. То есть это только официальные данные. Я думаю, в Россию все-таки ездят меньше людей, здесь просто банально, потому что в России, если раньше в России можно было заработать нормально денег, приехать сюда и здесь их как-то еще потратить, то сейчас такого нет. Да, вот сейчас, я думаю, сокращается, то есть я это вижу реально, уже даже вот в Восточной Беларуси появляется объявление в Польшу работа, то есть курсы польского языка, идет разворот. я заходил в Визовый центр, как-то, ну, так случайно, там очередь была от Мала, то есть кому стукнуло 18, и люди на костылях, то есть уже вообще там дедушки, бабушки, и все они стояли за визами в Польшу. А, в консульство, да? Ну, в Пинске в Визовый центр, литовский, польский, ну, то есть народу было столько, что прямо, я сам аж обалдел, я сам в это не верю, но когда я увидел своими глазами, я офигел просто. Так я в начале лета мимо этого, мимо генерального консульства проходил, там вообще очередь стояла возле этого. Про какие там 500 человек пишут, я не знаю, там не 500, это наверное 50 тысяч взять. не 50 тысяч, это официальная статистика, это официальная статистика, ее можно умножать на 2. Это неудивительно, сейчас я смотрю ленту в фейсбуке, там опубликовали новость, там опубликовали новость, Лукашенко пообещал вернуть зарплату в 500 долларов, уже вернуть, то есть как он может вернуть, если не достигли еще? А что, у кого-то была зарплата в 500 долларов? Причем про Польшу, вот допустим, я сколько со своих знакомых знаю, некоторые едут не по трудовым даже визам, а по обычным, и работают во всяких уберах, шмуберах и прочей фигне, где вообще регистрация не ведется, то есть работают на свой страх и риск, они там, да, могут где-то попасться, штрафы, сроки или еще что-нибудь. Это помимо официальной статистики той даже, что там они предоставляют, а сколько еще так, так это вообще не счесть просто. Да, очень часто вас в Китае ездят по бизнес-визам, но там устраиваются и работают, то есть, например, многие преподаватели английского там в какой-нибудь детский сад или в школу, то есть, ну, с таким со средним знанием языка, то есть, они сами фактически его не знают, но для детского сада там, например, хватит и работают, получают там довольно неплохие деньги. Вот за это лето, допустим, просто из моих знакомых три семьи просто уехали, вообще уехали с концами в Польшу. Что уже говорить про тех, которые вообще просто работать едут, то я уже не знаю. И России никакой не пахнет, то есть, я ни одного человека, не, ну, знаю двоих, конкретно знаю, которые ездят еще в Россию работать, но все остальные, они все в Польше, хотя с Пинска до Бреста того же, 180 километров, но все там. У меня знакомый недавно из России вернулся, он заработал в России меньше, чем зарабатывает здесь в Белоруссии. Сказал, все, Россия, до свидания. Следующая цель Польши. Сейчас бы у вас такой говорил бы, да вы все врете, я сейчас в России потрачу. Да, Бендер Вегас говорит, в Калининграде там 30 тысяч, говорит, в Москве он там говорит тысячу долларов, как и Польша. Ну, с каких пор Калининград и в России, в самом-то деле, ну, что это? Ну, это копейки, 30 тысяч, ну, что за бред? Это 500 долларов почти. Для Белоруссии? Он платит еще в Белоруссии, ты тоже можешь эти деньги за такой же работе, где он там работает, получать, поспав. Настройки или где он там работает? Ну, строительство стопудово. Как ватники за 300 долларов 30 тысяч. Или... 300, да, 50 долларов. Курс же поменялся точно. Ватники, что я заметил, определенные, то есть, ну, как-то схожие получается. Как ватники не стоящие, он постоянно строитель. Это какое-то совпадение. Ну, вот Бендер, Вегас или кто там еще. Все они такие батрачи, работяги. И не думают, собственно, о своих правах и не думают о том, почему они туда едут. То есть, они говорят, я уехал туда. Как ни странно, какого белоруса, не спросишь ватникова, он обязательно строитель. Причем интернет нового ватника. Какого российского ватника не спросишь, он обязательно работает где-нибудь в нефтегазовой сфере и имеет миллиарды долларов. И там Бугатти и все остальное. И живет припеваючи в своей великой россиюшке. Кот, я тебе сбросил статью очень интересную. Да, я видел. Информация от профсоюза РЭП. То есть, Леонид Судаленко пишет, что я посмотрел список тех, кто попал в комиссию по тунеядцам, сплошь отборные чиновники. Но это как бы уже новость такая, да, это говорили раньше. То есть, туда они пытались, профсоюз РЭП как-то заявлял в начале года, то есть, когда вот начали говорить про эти комиссии, что мы тоже хотим поучаствовать и призывали там другие оппозиционные группы туда вступать и партии, то есть, чтобы были хотя бы представители оппозиции в этих комиссиях тунеядских, чтобы какая-то хоть объективность, чтобы они за чем-то следили. Но многие сами отказались, кого-то не приняли. То есть, в основном это чиновники. Вот что он пишет. В Гомеле, Витебске и других городах Беларуси уже сформировали комиссии по тунеядцам, которая будет решать судьбу значительной части белорусов. Кто вошел в эти комиссии, по какому принципу они будут работать и как это отразится на нашей жизни. Сайт Heart177 обратился за комментарием к известному правозащитнику, правовому инспектору труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности по Гомельской области Леониду Судаленко. Задают вопрос. Вы пытались попасть в комиссию по тунеядцам в Гомеле, но вам отказали. По вашему мнению, чего испугались власти? Когда я подавал заявку, я считал, что мне, как адвокату тунеядцев, было бы неплохо присутствовать на заседании комиссии и видеть ее работу изнутри. Что там делается за кулисами этой комиссии? Как решают судьбы тунеядцев? Ведь для ответов на эти вопросы нет никаких четких критериев. Людей будут разделять на чистых и нечистых, как Бог на душу положит. Особенно это касается вопроса с тяжелой жизненной ситуацией. Кто-то не работает пять лет, а кто-то три дня, а чиновники будут решать, исходя из субъективных установок. Поэтому я хотел бы глазами и ушами граждан в этой... хотел быть глазами и ушами граждан в этой комиссии, чтобы передавать людям информацию о том, как на самом деле они работают. Видно, этого я и боятся власти. Не хотят допустить прозрачности и гласности в деле назначения кого-то тунеядцем. Я посмотрел список тех, кто попал в комиссию, там сплошь отборные чиновники, общественные организации представлены либо официальными профсоюзами, либо Красным Крестом, либо такими одиозными структурами, как БРСМ и Белая Русь. Как выоценивается степень полномочий комиссии? Насколько их деятельность законна? Полномочия у комиссии достаточно широкие. Я бы сказал, достаточные для того, чтобы ломать людские судьбы. Комиссии будут в чрезвычайном порядке решать, кто является тунеядцем, а кто нет, кто будет платить коммуналку по повышенным тарифам и рисковать своим имуществом, а кто по обычным. То есть, нескольким чиновникам даются чрезвычайные полномочия для решения вопросов, которые могут в корне изменить жизнь человека и целой семьи. Второй момент. Эти полномочия вытекают не из основного закона страны, а из декрета Лукашенко. И, пожалуй, самое важное, комиссии, принцип их работы, логика принятия ими решений для простого человека будет закрытыми. Это будет суд вслепую. Кто, по вашему мнению, больше всего рискует попасть под дамоклов меч этих комиссий? В комиссии вызовут тех людей, которые с точки зрения власти не имеют работы. Думаю, что главным клиентом комиссии станут люди, которые в силу возраста и объективных причин долго не могут трудоустроиться. А для этого открывает дополнительные возможности еще одна инициатива власти – повышение пенсионного возраста. Вот представьте, человек в 61 год потерял работу. Что ему делать в нашей стране? У него практически не остается других путей, кроме как попасть на ковер в комиссию по тунеядцам. У государственных СМИ кричат «вакансии, вакансии, рабочих мест больше, чем безработных». А что это за вакансии? На 100-150 долларов? А что могут предложить в комиссиях, которые власть гордо назвала «по содействию занятости граждан»? Работу за еду не более того. Работа за еду будет реальностью в Беларуси, по крайней мере для многих, кто обратится в тунеядские комиссии. Есть ли вероятность, что комиссии будут использовать свои полномочия для сведения счетов с неугодными власти людьми и политическими оппонентами? Ну, если такой человек не работает, его будут вызывать в комиссию и бить по нему повышенной стоимостью коммунальных услуг. И это только то, что мы на сегодняшний день знаем. А если окажется, что против таких людей у власти припасен еще целый арсенал средств? Ведь до сих пор не решен вопрос, как тунеядцы будут оплачивать медицинские услуги. Что такого человека оставит умирать с острым аппендицитом, пока он не оплатит полную стоимость операции? Это же огромные деньги. А в вопросе санкций против тунеядцев телегу запрягли впереди лошади. Власти сказали а, но не говорят б. Неизвестно, что у них еще припрятано против нас, но не это важно. Главное для нас не программировать себя на поражение, знать свои права, отстаивать их и идти в этой борьбе до конца. Вот такая статья. То есть, по сути, можно сказать так, по сравнению с декретом номер 3, декрет номер 1 стал гораздо хуже, а не лучше. И в первую очередь вот уже почему. То есть, в третьем декрете ты мог обратиться в суд и долго там отстаивать, апеллировать еще выше, выше отстаивать свои права. А здесь эти комиссии, они получают эксклюзивные права. То есть, ты даже не можешь в суд подать. То есть, если комиссия постановила, что ты тунеядец, то все, ты тунеядец, ты не имеешь права даже подать в суд. Все это уже конечное решение. И они... Серый, а теперь представь, а теперь представь, какие скандалы будут на этих комиссиях. Самое главное, они получили еще и право плюс к этому направлять людей в ЛТП. То есть, они могут определять тех, кто является как это там, людьми с заниженной социальной ответственностью, что это такое. В общем, асоциальными элементами. Бомжей, короче. То есть, их и раньше отправляли, но теперь комиссии могут в милицию направлять документы на тех, кого надо отправить в ЛТП. То есть, по сути дела, это тройка. Революционная, которая решает твою судьбу. Вот тебя вызвали, там стоят чиновники. Как они решили, так и все. И суд тебя не может освободать. Посмотрите на Венесуэлу и поймете, до чего режим может изращаться. Да, что туалетной бумаги не будет. Но у нас лесов... Сколько нам? 246% инфляция в день? Ничего страшного. У нас до Венесуэлы, конечно, не дойдет, а все закончится опять-таки после вот этих вот протестов. Потому что, когда вот этих вот людей, у которых тяжелые ситуации, их начнут разбирать, вот эти комиссии, они выйдут из себя. Это стопудово. И дальше вот эти вот опять будут протесты нету неядцев. Лукашенко снова пукнет в лужу и скажет, надо будет еще раз мораторий сделать. И еще одна маленькая особенность. Кроме того, эти комиссии, насколько говорили раньше, они еще и получают возможность передавать личные данные граждан в разные структуры, которые, по сути дела, не имеют никакого права и никакого отношения получать личные данные. То есть разглашать их в Белую Русь, в БРСМ и во всякие БДСМ и передавать личные данные человека, который тунеядец. То есть, ну это прям унижение прав, достоинство. То есть, они признали человека тунеядцем. Могут передать данные какому-нибудь БРСМовцу, он будет тебя названивать по ночам. Что, не спишь, падла? Тут мы, понимаешь, работаем, страну поднимаем, а ты сидишь, не работаешь. А ну иди за 200 рублей навоз лошадиный чистить. Что ты не хочешь, да? То есть, вот до такого может дойти. То есть, они будут приходить, будут доставать людей. Ну слушай, БРСМовец за такое дело еще и в тыкву может получить. Так что, он такого, конечно, делать не будет. Но они имеют такое право. То есть, им эта комиссия дает такое право. А вычисляют, интересно как, на моем подъезде висит бумажка прийти всем жильцам, перезаключить договор на отопительный сезон. Как это такое может быть, я вообще понятия не имею. Не знаю. Вычисляют они, я так думаю, стандартными способами, как и раньше. То есть, сейчас все должны отчитываться. То есть, медицинские учреждения, школы, ЖЭСы, вот-вот и пошло. ЖЭСы, участковая, милиция, все студенческие вот эти университеты, все рабочие вот эти организации, заводы. То есть, кто-то уволился, они сразу сообщают такую-то информацию. То есть, вот человек уволился, сведения есть. То есть, и потом смотрят, через три месяца-то нет, не устроился никуда. Ага, все понятно. Тунеяд, значит. Там, ну все, короче, они пособирают вот с таких источников. То есть, если ты нигде в таких местах не проходишь, то тебя могут просто не найти. Плюс, не забывайте, появилась еще и возможность стучать онлайн. То есть, налоговая открыла такую возможность. Настучи на тунеядца. Если ты знаешь тунеядца, напиши онлайн в налоговую и сообщи о нем. То есть, мы идем в 30-е годы, возвращаемся потихоньку. Да не, скорее в середину 80-х. Это кондропову, короче. Что будет, думаешь, ходить скоро по магазинам, по кинотеатрам, проверять, что сидишь здесь, тунеяд, не работаешь, кино смотришь. А почему нет? Почему бы и нет? Ну да, я вот слышал на льно-комбинате поставили эти, говорят там что-то, камеры, чтобы смотреть, как рабочие то есть работают. Только я не знаю, везде ли это может быть, или это просто они отчитались о таком. Но я слышал такое, что типа повышают там дисциплину. Много где камеры, причем заставляют ставить. Этими комиссиями все не закончится, тут дело будет гораздо серьезнее. Вот человек пишет в чате, что вот сидит уже на визе, не знаю, мне как-то интересно, все интереснее и интереснее становится, что будет дальше. Я остаюсь, это нельзя пропустить, это точно нельзя пропускать. Сериал прям какой-то. Не уезжать точно не собираюсь. Смотри, какая ситуация, что будет дальше. Дальше будет типичная ситуация, то есть Лукашенко сам себе плетет веревку, на которой его потом повесят. Потому что, извините, вот эти вот рабочие, потерявшие работу, работу по сокращению штата там на каких-нибудь заводах, на каких-нибудь стройках, еще где-нибудь, они не слишком такие, знаешь, они не интеллигентная оппозиция. они этим комиссиям морды могут начать бить. Тем более, что многие из них еще и бухарики в придачу. Не, но есть еще такой вариант, что, получается, люди выветриваются из страны, но они же потом возвращаются с деньгами, то есть оплачивают услуги все равно, ну, как бы, в магазины ходят. не все же, как в Вегас, уехали с концами. Не все же вата, как в Вегас. Тут еще, может быть, расчет на это идет. Может, такая политика, вы там езжайте куда-нибудь, только денег привезите. В том-то и дело, что не на это политика, что они с такими людьми борются, то есть их признают, то есть, понимаешь, как раз власти это было бы выгодно, как, например, в каком-нибудь Таджикистане, там, да, езжайте, пожалуйста, в Москву, там, зарабатывайте деньги, привозите валюту или как в Молдавии. Так вот, как раз фишка в том, что они именно на этих и ориентируются, вы нам должны платить, то, что вы не работаете в Беларуси, зарабатывайте деньги на стороне и привозите в Беларусь так, что гони монету. Или устраивайся в Беларуси за 250-300 там рублей. Нет, на самом деле, ситуация такова, что им нужно, чтобы человек уезжал за границу и привозил оттуда деньги. Им нужно, чтобы человек здесь работал за копейки как раб, потому что они настроили говнозаводов бесполезных, дерьмищи вот этого. Им нужно, чтобы кто-то на них работал хотя бы для вида. Ну да, совершенно, наверное, это делается. Иди по шинам МТЗ за копейки. Ну, МТЗ. Хотя бы один раз в неделю. Хорошо, там еще, наверное, платят нормально. Вот я слышал, какой-то тут в колхозе в каком-то бастуют рабочие зарплаты 35 долларов. То есть, они получают реально вот 70 рублей и они не знают, что с этим делать. А где это было? Кто-то в новостях выкинул, что в Могилеве вроде бы завод рабочий день 5 дней в неделю, но рабочий день с 7 до 8 утра. Да, было такое. Один час там сделали рабочий день. Один час, да. Но говорят, да, пожалуйста, устраивайтесь. Вот таких мест полно. Я видел, то есть, действительно, вот я скидывал когда-то давно, еще, может, две недели или три назад фотографию с биржи труда, с официальной вот этой ГОВБАЙ, вот эта биржа труда. Там по Аршанскому району была такая вакансия, какой-то там инструктор по оздоровительным физическим каким-то труду, короче, такое вот в теплосети. Зарплата 75 рублей. То есть, реально есть такие вакансии. Это не что-то там. Даже меньше, чем пособие по безработице. Ну да, выгоднее стать безработным, съездить два раза в месяц камни пособирать там на поле или подмести что-нибудь, получить свои там 120 рублей или сколько там 240, может, уже сейчас. И нормально. Все-таки не 75. или вообще кадры какие-то. Начальник нужен котельный на полставки, зарплата 240 рублей. Это как это, начальник на полставки? Ответственность у него, я так понимаю, тоже на полставки. Если до обеда что-то произошло, то нормально. по безработице, то это все. У меня по уставке это не моя ответственность. Сколько по безработице, кто стоит на... Год назад было 80 рублей. Мне что-то казалось 12 долларов там где-то писали. 12 долларов, 12 евро. А сейчас сколько? Столько же есть. Одна база, одна база, еще о чем? Ну, одна база с чем-то рублей. Так ты, как говоришь, 120 рублей, я думаю, ничего себе. Было всегда одна база, что за бред? Ну, 20 рублей, 20 рублей. Ну, 12 долларов, все правильно. Да, причем это самое низкое, насколько я знаю, здесь, в СНГ. Даже в Украине, по-моему, там 56 долларов, что-то около того. Артем там скинул еще про этот завод хорошую статью. Про МТЗ. Гандлевая марки МТЗ и Беларусь, арештованные у США и частцы ЕС, майомость завода у Литве поедет с молотка. Гэта история, берет старт, я шел с 90-х годов. Калиеминский тракторный завод выросил выйти на американский и канадский рынок. Продавать тракторы выращено не прозвластное представництво, а с допомогой фирмы Беларушен Эквипментов Канада Лимитед и Беларусь Машинэри Инк. Не глядяши на назвы у реальности, первая компания целком належит российскому АТЭКС, а другой у российского авто трактор экспорту. 90% акций. Только остальные 10 наши. Такий падыход клумачився насветчанностью маркетингу и работой по инерции, бо гэта цалкам тая схема, по якой працавали у СССР. Боль за 10 годов МТЗ паставлял у гэтым фирмам машины и комплектуючая без оплаты на реализацию. Вядома дебиторская запазыченность росла у студене 99-го года загаданные компании были виноваты МТЗ в элизарные суммы. БМИ сплатил 28,5 миллиона долларов, а БЕК 3 миллионы плюс еще 9,5 миллиона канадских доляров. МТЗ уреште спробует спагнать долги навод, пачыная процедуру банкрутства БЕК а леты отхиляют пазов и выставляют МТЗ сустречную претензию об недозволняючей якости продукции. У вынеку от безпаспяховости уласных выселков МТЗ звертается до американской компании СУРА ЛЕП ИНК. Гэта такая юридычная коллектор чая назва по дзивным супаденне Люстеркова читается як БЕЛАРУС. Каб яны допамагли спагнать долги. Американцы готовы взяться за справу але выставляют свои жорсткие умовы от того, что удастся спагнать яны заберут себе от 12% до 50% у залежности от угольной суммы али минимум полтора миллионы долара долара МТЗ гэтае умовы задавальняюць и компании подписываюць контракт за полтора года СУРА ЛЕП выбивая з росейца участки долгов и выглядяя техніки и майомыстей агольная сумма спагнанага на той момент амаль што 20 миллионов за яких СУРА ЛЕП хоча забрать за свои послуги 4,4 миллиона долара однак МТЗ с невядомых причин не забирая майомысть якую спагнали американские коллекторы тут можно только будовать с догадки наша него не отримала с МТЗ отказу на запад от причин таких поводинов может быть весить церазокеан реквизованные тракторы было задорого тем часом американцы еще некий час пробуюць переписками и тиском примусить беларусов оплатить свои послуги алитое все одно игноруют потребования потому в 2003 американская кампания звертается в стокгольмский арбитраж это суд который помимо МТЗ и Суралек могла разбираться о их относенных приспределах американцы американцы с половиной миллиона. МТЗ отмовился платить по гэтых рахунках. Не вядома, на кольки серьезно на той моменту спрымали беларусы постанову шведского суда, але у перспективы ударила яна по их вельми болючим. Американские юристы ловят МТЗ по всей Европе. Раз некольки месяцев после шведского арбитража у Снежни 2006 года его решение признается в Штатах и примается до выполнения. Трохи позднее решение шведского арбитража примается у Румынии и Канаде. МТЗ долго позбегал у кананья решения, але американцы протягивали тиснуть и летость у червяне 2017 года. Шведский арбитраж признается и у Литве. Литовцы не стали марновать час и начали процесс промышлого вакананья. На сегодня ситуация такая. У загаданных краинах Литва, Канада, США, Румыния арештованы усе активы МТЗ. Филиал МТЗ спынил свою деятельность. У Литве любая техника во властности МТЗ будет конфискована на корыст 40 лет при спробе заехать на территорию загаданных краин. МТЗ позбавлены права отрымливать гроши от своих дилеров за поставленную продукцию. МТЗ в МТЗ в МТЗ в Литве и и 2018 года Литовский суд принял до выкананья постанову канадского суда у Антара и обвязал МТЗ оплатить юридичные выдатки и у этой краине. А там немалая сумма огромное 400 тысяч долларов. Раз проблемы с гандлёвым знаком МТЗ и Беларусь, у завода возникнут складанности с поставками техники у иншие краины еврозвязок. Накольки вядома нашей Ниве юристы американской компании избираются просовывать признание шведского арбитража у инших краинах ЕС. Но сегодня долг МТЗ складает около 5 миллионов долларов. Ответ на что на заводе эту ситуацию не стали коментовать в уголе, юрист предприемства сказал нашей Ниве, что суды идут, а наместники директора по идеологии и экономицы были не особливо в курсе ситуации. Правда, с нами поговорил юрист компании «Суралеп» в Литве, Эгидзиус Маркюнас. В 2016 году зябаки попереднят домовилися об мировым погадненне, но из неведомых причин МТЗ отмывался подписывать его. Чему беларусский завод выросил протягнуть судовое разбиральництво, мы не знаем. В связи с наступными судовыми решениями суммой, которую должен был оплатить МТЗ, Амаль подвоялся и протягивает расти. с погнанья долгов перешел на ту стадую, когда судовые приставы на аукционе будут продавать активы МТЗ, гандлевые знаки беларусы МТЗ, дебиторские запазоченности и другие активы. туманчать маркер. Те нема махчымастей компенсовать долг перед американцами за кошту и махчимастей, которую МТЗ из неведомых причин стала собирать со Штатов. «За гэтый час у Америцы загаданных краин как махчимастей компании, но сегодня литовский делер МТЗ решил не рисковать и платить за каждый продаженный трактор администратору призначенному судовому приставу. Бо любая спроба обыходу может быть ускрытая и спиненная у суде. Как выник наступное погаднение шкоды, спаганнение шкоды», сказал так само Маркинос. И он звернул увагу и на тое, что литовским приставам арештованы гандлевые знаки МТЗ и Беларусь на узровню ВИПО, Сусветной Организации Интеллектуальной Властности. МТЗ обскардил деяние приставов, «Коли суд отхилит их скаргу, то процесс будет бесповоротным. Загаданные марки пойдут на аукцион». На данный момент не зрозумело, как ситуация будет развиваться дальше. Ведомо, что она контролируется на узровне Урада. В 2015 году выходит постанова номер 1235 от 23 Снежня о некоторых пытаниях нарушивания и диверсификации экспорта и послуг. Дотычное МТЗ там поведомлялося наступное – провести перемогу с юридичными фирмами по заключению года о представлении интересов МТЗ для кончаткового решения ситуации у относенных с компанией «Суралеп», а так само пропоновать пытание нарушивания тракторов на американский рынок. Адметно, что у той постанове МТЗ загадывалось обновить репутацию у Китая. Про Китай сказать тяжко, а лишь то проблема с американцами засталась невырешенной – это видовочно. На сколько для МТЗ отчувальные 5 миллионов долларов? Когда еще в 2015 году МТЗ был целиком стратным предприемством, то в 2017 году он уже работал с чистым прибытком амаль 34 миллионы. Правда, на начале 2018 года с заводом засталось астрономические долги. Долготерминовые обовязки по кредитах и пазыках склали 511 миллионов рублей. Такие известки приводило выдание «Белорусы и рынок». Ну, не знаю, насколько там много будут получать рабочие МТЗ, но то, что МТЗ давным-давно в долгах сидит, это совершенно очевидно. И то, что он постоянно на склад работает, это тоже совершенно очевидно. Это очевидно даже из космоса. Да у нас многие так с заводами работают. И МТЗ это, как говорится, еще такой известный, как говорится, более-менее такой бренд. А есть же вообще, которые херню какую-нибудь выпускают, про них и не слышал никто. В каком-нибудь там районном центре, там заводик какой-нибудь стоит. Некоторые обанкротились уже, насколько знаю, какой-нибудь Елизовский там стекольный завод. Типа такого, например, которые вообще уже обанкротились. Да, да. А есть заводы тоже, Bells, Benz, они тоже полностью убыточные и живут в долг. Сдают свои помещения под склады. Да, скандал, между прочим, к следующей новости, переходя в сфере медицины, продолжает раскручиваться. То есть, ну, уже не такая свежая новость до 27 августа. Романчук прокомментировал, то есть, он сообщил вообще о аресте известного тоже белорусского аптечного магната Леонида Томчина. То есть, кто это такой? Ну, это человек, который владеет сетью аптек примерно, там, из 260 в стране. То есть, достаточно крупный. Капитализация оценивается в среднем где-то в 600-900 миллионов долларов его состояние. То есть, ну, богатый человек. И работает он с 95-го года. То есть, не новый. Но он ведет дела очень тихо. То есть, про него обычно не слышно. То есть, ну, я думаю, до этого, ну, я, по крайней мере, не слышал эту фамилию никогда. То есть, все знают, там, Юрий Чиж какой-нибудь, или там Кислый, или еще там кто-нибудь. Ну, такие, которые я на виду. А про Томчина не слышали. И вот за него тоже взялись. То есть, Романчук там написал целую статью. Ну да, Чиж, Баумгентнер какой-нибудь. Задержан по подозрению в даче взятки. То есть, ну, считают, что это дело чисто сфабрикованное. То есть, там идет передел сфер влияния в аптечном и вообще в медицинском бизнесе Беларуси. Между разными группировками, в том числе и во власти. Ну, как бы, пару месяцев назад там задержали там какого-то коррупционера, который там самый главный. Да, министра, да, крупных чиновников. И скандал этот все продолжается. Не знаю, я буду радоваться, когда они доберутся до главного коррупционера. И умер, кстати говоря, ну, этот ребенок из-за вакцины. Ну, слышали эту новость? Да, я слышал, проскакивала такая новость была. Видимо, этот Томчин не занес кому надо. Или занес не туда. Или не столько, сколько надо занес. Ну, Арманчук комментирует это так, что он играл по правилам. То есть, в общем, он играл по тем правилам, которые существуют на рынке, не пытаясь эти самые правила менять для создания в Беларуси условий честной и открытой конкуренции. То есть, сам играл по этим правилам, сам под них и попал. Томчин профессионально и мощно капитализировал и монетизировал семейные, дружественные и партнерские связи, в том числе благодаря синергии работы в данном сегменте рынка с еврейским сообществом и бизнесом. Вот в январе 2018 он привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития на развитие сети аптек. Значит, Леонид Альбертович ориентировался на мировые стандарты развития данного бизнеса. Потому что ЕБР лишь бы кому кредиты не дает. И вот Леонида Томчина арестовали. Опять за решеткой руководитель крупного бизнеса. Человека, который создал такой бизнес, который более 20 лет работал на рынке, фармпродукции задержали и арестовали за взятку. Похоже на подставу. Или на то, что задержанные по делу Минздрав Гейта начали сливать и сдавать компромат, в том числе выдуманный на бизнесменов. Мол, это не мы, чиновники сплошь коррумпированной системы Минздрава виноваты. А это нас жадные злые и аморальные фармбароны толкали на такие преступления. Ну то есть задержанные чиновники оправдываются, что как бы они не коррупционеры, их совратили вот эти томчины там всякие. Ага, фашистующие бандеровцы. Ну почти. Работали схемы и схемки, но как будто очень высокопоставленному захотелось изменить правила игры состав игроков на рынке. Уж слишком вкусным является рынок медицинских товаров и фармацевтических препаратов. Руками КГБ грянул гром, наступает передел рынка. Кто-то выйдет из бизнеса нищим и в тюрьме, а кто-то поделится. Появятся новые игроки или нарастят мускулы те из старых, кто сумеет договориться. То есть там еще много чего, статья достаточно длинная. Но суть такая, что чиновники оправдываются, берут людей, которые как бы вообще не на виду там даже. Скандал этот пока не утих, раскручивается дальше. Ну понятно. Играл по правилам и погорел по этим же правилам. Ну да, он думал, что он действовал тихо. То есть как, он не светился, но он наращивал связи, знакомства в высших кругах с чиновниками. То есть решал все эти вопросы, там заносил кому надо, выносил. И думал, что будет тихо играть, не попадет под это. Но тут видишь... Значит заносил не туда, куда надо. Поэтому и взяли за мягкое место. Заносил бы куда надо, не взяли бы. Ну куда надо, это Лукашенко надо снести. Он защитит, спасет. От всех. Ему надо было просто майбах подарить. Не, он просто, наверное, мимо кармана заносил, вот и поплатился. Ну да, такое бывает. Кого-то там чижа, кажется, сажали же в это в СИЗО КГБ за то, что он там от налогов типа уклонялся. Лукашенко посчитал, что обделяет государство он. Ну государство, то есть, а мы же знаем, что в нашей стране государство это он. То есть как Людовик XIV говорил. Лукашенко может тоже смело сказать, что государство это я в этой стране. Согласимся. Только с такими темпами и с такими успехами на различных поприщах экономических, внутриполитических, внутриэкономических. Это государство очень скоро рухнет. Как думаешь, сколько еще протянем? До выборов протянем, я думаю, еще годика два-три. А может быть он в отставку подаст в двадцатом году. То есть, сдается, будет сдаваться России? Нет, не будет. За ним никогда не было замечено того, что он собирается что-то сдавать России. Более того, годика через два, скорее всего, может объявить дефолт. А если он объявит дефолт, то правительство будет собрано из кредиторов, которые давали Беларуси кредит. А там не получится сдать России ничего, потому что с кредитами у нас баланс 50 на 50 между всеми кредиторами. А это и Евросоюз, и МВФ, и Китай, и Россия, и кого там только нет. Но брали много, брали у всех, у кого могли брать. Так что пути к отступлению у этого еще есть. От экономических новостей перейдем к исторической. Радио Свобода пишет. «Нас запросил Румов отцветковать в 1033 годзе за Славью, да помогли одразу три московские организации». И написано, что 26 жнивня за Славью я святковала День городу. Но перейды не стало вядомо, что день, названного у гонор сына самой Рагнеды городу, местовые влады мают намер отзначить с уделом казаков и пророссийских организаций. У официйной афиши у якости партнеров были позначены Дом Москвы, Московский центр международного супрацовництва, а так само Департамент международных сувязев российской столицы. Сяруту Дельникову значился клуб славянских одиноборствов, Арэдан, Загородний и Бобруйский казацкий конно-спортивный клуб «Ермак». Свобода выправилась на День городу за Славью, каб побачить усе науластные вочи. Ну и там, значит, фотографии рыцарей такие в старинной одежде. Там один с иконой стоит, такой с копьем, в общем, всякие такие. Ну, реконструкторы они за любую движуху, так что понятно. Сам когда-то был в клубе военно-исторической реконструкции, поэтому прекрасно знаешь, реконструкторы они за любую движуху. Ну тут главное то, что много российских организаций проспонсировало. И казаки, кизяки, самое главное. Да, нет, казаки это не главное. Казаки, они здесь вообще ни к чему, ни к селу, ни к городу. Казаков у нас не было никогда. Но потом появился Улахович и сказал, что у нас много казаков, целая партия там даже. Ну, я ему сочувствую. Я бы на его месте обратился к соответствующим специалистам по поводу партии казаков. Он же с это участвовал в президентских выборах 15-го года этот Улахович. Да, да, помню. Такой свадебный генерал. Жаль, что Мунякин не пошел на выборы. Вот за него надо было проголосовать. Вот это президент был настоящий. Он бы еще мог бы тогда в 15-м году Мавроди назначить министром финансов. Потому что сейчас уже все, Мавроди умер. Ну, а в принципе, если так разбираться-то, то очень правильно, что Москва заплатила за 1330-летие за Славля. Вполне. Вполне исторично. Москва, которая там 800 смело еще лет платит за город, который построен раньше. Вот с этого и надо начинать. Надо дань платить. Все правильно. А то они там задолжали нам дань за 12 лет. Тем более, что если у них стоит памятник князю Владимиру в Москве, то за Славль построила жена князя Владимира. Рогнеда Рогволодовна. Ну что, время уже достаточно позднее. Пора, я думаю, заканчивать стрим. Основные... Да, на этой приятной ноте, да. Не, погодите. В российский и советский период в Беларуси основались совсем много городов. То есть, Барановичи, Березовск, Березовка, Будокашевого, Гаскирища, ну и так далее. То есть, 12 городов из 115. То есть, остальные города появились там в ЭКЛ и Речи Посполитой, ну и до этого. Ну, в Российской империи, в ЭКЛ, Речи Посполитой, да, в Усси еще, в княжествах. Хотя, в принципе, не знаю насчет там этой... Это надо проверить по поводу городов. Может, там тоже есть какие-то... Помылки. Уж что-то... Не знаю. Ну, еще можно там зачитать. Я для себя определил. Ну, так и вам обещал. Ну, ладно, не внесу. Это был. metal. Тихом. Нам. Нам. Продолжение следует...